Произвол на дачах. Тащат все. Вот и здесь у Надежды Павловны в кооперативе оптик садовом тоже стащили все секции, точнее наполнение забора. Остались одни только обрамления уголки. Все повыбивали. Когда-то я их спугнул одних таких же варюх, но они все равно пришли и утащили, потому что идет безнаказанность. Безнаказанность. Они тащат на приемные пункты незаконные, их в Стаханове более 30, о которых решает милиция. Фактически обращение в милицию, сюда тоже на этот участок приезжала милиция. Тогда раньше у нее тащили столбы опоры ограждения. Ну и что, ничего. Говорили, какую-то нужно делать экспертизу платную. Человеку голову запудрили, чтобы она не обращалась в милицию. И все, на том закончилось. Сейчас вот добирает ее дачу фактически, ограждение. Замки посрывали. Все по это. Ограждение вот осталось одни. С наполнения считались одни обрамления. Наполнения. Вот такие были высечки. Их утащили. И все это идет от безнаказанности. Поэтому получается точно так, как милиция крышует эту деятельность по всей стране. Металлические точки эти. Потом, как в Запорожье, стащили эти воры с высоковольтной опоры уголки. Они сдали на металлолом. Вырубилась атомная электростанция. Стали атомные реакторы. И все. Потому что безнаказанность порождает у преступников другую эйфорию, можно сказать. Они идут на это. Знают, что им не будет наказания. А милиция, фактически, они несут на милицейские приемные точки этот металлолом. Хоть там и есть хозяева, но они в основном подставные и платят ежемесячно дань начальникам милиции. Я не говорю, что рядовым. Но в основном руководство каждого дела милиции получает с этих приемных точек деньги. Поэтому они не закрывают это. Так вот, кто опаснее для безопасности, можно сказать, страны? Те воры, которым дают срок, и которые сидят. Или те, которые поширяют, фактически держат эти незаконные точки приемного приема металлолома. Можно сказать, расставляют свои капканы и обогащаются за этот счет. Ни один приемный пункт в Стаханове не закрыт незаконно. 30 точек существует. Точно так и в других городах. И это не закончится. Будут снимать. Сейчас вот добирают дачи. Можно сказать. Доберут, когда все на дачах. А уже практически в домах людей повытаскивали все. Тогда перейдут. Они перейдут. Точно, уже переходят. На линии электропередач. Железнодорожные рельсы. И прочее, прочее, прочее. На заводы. И будут воровать. Вот у Байды тоже была высечка. Стащили все. На этой даче. Он начал забор вместо этой высечки. Деревянные палки поставлял. Но они все равно добрали остальное, где было, осталось. Их не пугает ни мороз, ничего. Ничего их не пугает. Они чувствуют свою безнаказанность. И пока рядом на скамье подсудимых не будет руководства, милицейское руководство, каждого городов, в которых это варварство происходит, толку не будет.